Сегодня вечером в Великом Новгороде отмечают небольшой, но яркий юбилей. Три года назад в нашем городе состоялась первая игра 60 секунд. Сейчас участники вновь сражаются интеллектами. Об этом в наших выпусках завтра. Кстати, роль ведущего предложили Борису Белозёрову. Любители что где когда прекрасно его знают. Самый молодой капитан телеклуба знатоков, обладатель хрустальной совы, чемпион мира по брейн-рингу сегодня улыбался Татьяне Барковой. Борису Белозёрову только 25, и он самый молодой капитан команды клуба знатоков. В школе был круглым отличником, часами пропадал в библиотеке. Говорит, добиться успехов в первую очередь помогли безумные амбиции. Приглашению в Великий Новгород был очень рад. Давно хотел посетить наш город. Сюда приехал для того, чтобы провести интеллектуальную игру 60 секунд. Я с самого детства был этим поглощен, и поэтому моя жизнь никогда не была другой. Я всегда играл в игры и всегда старался в них прогрессировать. Поэтому неудивительно, что спустя 5 лет, спустя 10 лет я, конечно, чего-то добился. То есть это именно тренировки и помогала мотивация. Мне очень хотелось, я очень хотел побеждать. Для новгородских игроков Борис подготовил свой пакет вопросов. Пришлось подробнее почитать о городе, его жизни и прошлом. Однако наспех углубиться в тысячелетнюю историю не так-то просто. Кто является архитектором памятника тысячелетия России? О, это я не знаю, расскажите мне. Это Виктор Гартман. О, нет, это я не слышал. Кто из этих композиторов родился в Новгородской губернии? Я назову четыре фамилии. Мусорский, Шостакович, Рахманинов, Херстовский. Вот, видите, я же говорю, полезно говорить с людьми. Только что спрашивал памятник Рахманинов, значит, наверное, должен быть Рахманинов. Да. Еще учась в шестом классе Борис прошел отбор в телепередачу «Самый умный» и в одном из выпусков установил рекорд. Отвечая на вопросы ведущей Тины Кандылаки, он за два раунда ответил на 46 вопросов. Тогда знатоки «Что, где, когда» и обратили внимание на молодого интеллектуала. Поначалу он участвовал в юношеских играх клуба, затем перешел во взрослую команду. В 2016 году стал вторым капитаном, который выиграл «Супер Блиц» и привел команду к победе. Владимир Набоков написал, «Россию погубили два Ильича. Один – Владимир Ильич Ленин. Юрий Ионов из Краснодара просит вас назвать второго героя». Ну, господин ведущий, ничего лучше, чем Илья Обломова, я не против. По словам Бориса Белозерова, начинающим игрокам интеллектуальных игр, не обязательно наседать на учебнике и зубрить каждую полученную информацию. Главное, не переставая интересоваться тем, что интересно самому. Татьяна Баркова, Савва Ушаков. Новости Новгородской областной телевидении. Продолжение следует...